всем добрый время суток время суток так как я хожу довольно много часто в лес за грибами за ягодами просто гуляю хочу поделиться своим опытом первых что надо иметь в лес как одеваться надеваться не надо броска чтобы бросалось глаза мало ли потеряетесь заблудитесь чтобы спасатели могли найти тоже защитной одежде не будут очень долго искать даже если человек мало ли плохо стал упал конечно одежда должна быть удобной и комфортной чтобы поход за грибами был комфортным удобным необходимо иметь соответствующую экипировку он допустим лучше всего это короб у меня такой металлический укрепленной ручкой здесь соответствующие всякие дырочки повесить я держу запасную мало ли удобно закрывается на нем можно съесть если что если допустим мокрость обязательно плащ но я с собой летом ношу тепло одноразовое такое на всякий случай у меня лежит в кармане есть не просит вторых необходимо короб правильно оборудовать оклеить его треть мячем чтобы спине было и тепло и удобно третьих лучше всего сделать эти крючки я на крючке вешаю пакет у меня пакет с грибами второй пакет у меня там меня квадрокоптер у меня руки не заняты руки свободны я спокойно еду собираю грибы даже не снимая ни короб друга пакет грибы там никогда не помутся по мере сбора грибов но я только пакет собрал сейчас пересыплю это уже попал короба будет их пересыпаем в короб ну соответственно я уже сказал вот вот растут воду надо обязательно свою воду и небольшой запас пищи если на полдня как я вот сейчас на полдня сбегу быстренько любых наберу на обычный короб и два таких пакетом можно конечно взять с собой емкость пластиковую приделать и ручку ну и ручку и тоже вешать вот этот крючок она особо не болтает старая не мешает главное что руки свободны ну если уже многие с кем хожу они постоянно руках ведра за спиной маленький рюкзачок и так мучаются идут водологи чтобы допустим гриб срезать приходится ставить все на пол на землю срезать проверять гриб ну идти дальше ну лучше конечно найти место все это ставить и рядом пособирать все пойти дальше идти это что касается предметов для сбора грибов ягод конечно для грабилку не тоже желательно веревочку приделать и тоже можно вешать на крючок на будет висеть и не мешать где-то у меня про мой контейнер комбайн комбайнер вручной где-то видео есть что еще необходимо иметь так правильно я сказал вот такие такую штучки необходимо иметь это сигнал охотника мало ли бывают ситуации когда выбежит зверь вот этот сигнал охотника взял я не стал брать ракетницу потому что она заглушает звук у него очень сильный сигнал очень сильный взрыв производитель как назвать не знаю громкий хлопок так что оглушает человека оглушает зверь тем более бежит плюс не только для животных этот я здесь необходимо а если рядом спутник и он внезапно попал может найти если есть связь можно по телефону созвониться сказать часто стреляю меня вот эти вот такие случаи были не раз когда на на сигнал человек выходит ко мне и мы идем дальше последний раз я потратил где-то четыре ракетки женщины шел на постоянно пропадала мне приходилось расходовать плюс ты столько вот и столько необходимо чтоб не орать друг другу свистнули и тоже животных отпугивать это необходимые вещи поверьте хожу очень много и не пригождаются вот это жгучий перчик баллончик тоже необходим мне частью он ни разу не не пригодился это очень здорово скотч а мне 21 был у меня такой распыляющий другой струйный час не знаю их много потом что еще скотч я беру с собой мало ли если пакет ручка порвется нужно будет подклеить у меня был случай что нам и детьми шли многодневный поход и по дороге у меня была большая сумка седой оторвалась ручка просто там с камня на камне так получилось что прыгнул ручка оторвалась скотч помог я все перемотал и уже не успоко не спокойно так бы не знаю пакет без ручек это не все соответственно средства от комаров это само собой я думаю никто не забывает потом все такая штука есть фальш фальш фэйр он необходим тоже от животных в основном медведи частью тоже им никогда не пользовался надеюсь он мне не пригодится но что ты это все знают грибы срезать так можно выкручить я выкручиваю ну и как не обойтись без современной электроники это навигатор навигатором я пользуюсь в основном так у меня нет машины и отмечаю точку откуда я вышел где будет мне ждать автобус и иду уже по лесу потом когда собираюсь домой я набираю точку который необходимый мне попасть возвратиться и он не показывает навигатор когда я буду на месте соответственно я уже сам решаю посидеть ничего в лесу или надо быстро быстро идти домой очень много раз меня выручал когда я опаздывал уже буду мало поздание поздно включая все у меня номер с плене 5 минут ну то есть от пусть автобуса твой 405 он показывает что в 14 0 лет на буду если я уже иду и спокойно дохожу до места плюс еще конечно у него хорошие возможности можно как я часто делал когда и в заморожкой накануне когда уже брак через неделю пойду на морожкой на этой неделе я пойду места посмотрю я хожу меня и точки обычно я делаю с ночевкой так прошел помех точки наметил себе куда я потом приду ночую иду обратно другим путем чтобы тоже пометить более-менее точки такие хорошие ягодные и на следующей неделе я иду спокойно собираю ягоду больших количествах я всегда собираю очень много много грибов ягод морожки вы не то что я отмечаю деле то что и все почему-то и находят некоторым борт горяшую очень много некоторые и никогда и не видят даже для меня но сенс конечно это все касается экипировки грибы и средства защиты потому что он горбочки и все остальное стал искать по мере необходимости первый раз встретился в лесу собаками мы не мне не напали они шли от тумане исчезали после этого стал брать свои баллончики мало ли что потом я встретился 5 собаками которые там что-то грызли с лесу я быстренько пошел мне буду брать с собой еще что-нибудь его цель ими накопились волончики фальшфейер потом на фальшфейер появился когда стали пугать всех всех медведями медведи стали лесу появляться больше количества ну и потом у меня появилась сигнал охотника так стал когда хожу не один постоянно теряются сам женщина ну вроде входишь на точку на место и все через час встречаемся здесь и нет и нет но они же мы потеряли заблудились и очень много времени такое ведь на то чтобы искать конечно не было никогда так чтобы никого не находил находились люди и мы шли домой но я конечно был недовольный потому что мне основное время шло на поиски этих бедняк но как правильно срезать грибы первых их лучше скручивать потому что этот не получится скрутить он хоть и весь загнутый потому что ножка гниет то что мы срезаем и соответственно грибнет грибница мы такой читал так таких не взялся первых объектив не позволяет без фотографировать близко снять зафокусировать я срезаю ножку ну тут она чистая связая около шапки все это вроде чистая ножка потому зачастую ну еще раз я центре да тут она чистая уже зачастую срезаешь и здесь срезаешь у шляпки она ножка вся червивая шляпка обычно срезаю пополам очень редко редких исключениях когда она совсем большая сейчас покажу потому что она потом окисляется вот у меня тут еще рядом заново гриб под осиновик я вот так же выкручиваю у меня выключить не с тем получилось у меня сломалось в данном случае шляпка червивая ножка червивая если допустим вот здесь она чистая допустим зая ну тоже зачастую здесь бывает тоже чистая ножка и грибники они даже не срезают они берут все это с собой домой зачем соответственно приносят домой и гриб червивый потому что черви дальше расползаются по шляпке ну и гриб выбрасывает соответственно тратится время труд уж когда идешь все-таки тяжело нести грибы и потом перебираешь и куча мусора на этих людей которые почему-то не пользуются данным советом почему не знаю ну видимо показать что грибов очень много собрали в итоге вот 8 гриба только мусор с одного гриба было бы дома опять чуть дальше срезал опять чистая ножка и грибники думаю что так и надо ножка чистая и червивая значит и гриб будет не червивый ну вот пакет это пол пол короба гриб это только какой-то не бойтесь пакетах собирать потому что грибы не помнутся скажу я очень долго лет в лес тоже сначала с ведрами ходили мы сейчас как вспоминаю это просто как бы смешно девушки заняты допустим два ведра в руках лоб не вытерет допустим жарко комары кусают мучение сбор грибов не должен приходить мужчине должно быть комфортно удобно принесите удовольствие как все что мы делаем мне кажется должно приносить доставлять нам удовольствие одну по крайней мере я так считаю с собой я имею достаточно количество пакетов мало ли порвется прошлогодний сегодня когда не раз говорил за грибами на всякий случай хотя один долго еду обычно я ненадолго хожу я не беру с собой еду на всякий случай показать что надо при себе иметь запас еды мало ли забудитесь ягод много так ну конечно все знают что необходимо с собой иметь несколько зажигалок коробок спичек это все у меня с собой имеется деньги на всякий случай мало ли выйти нет навигатора или возбудились выйти не по месте машину поймаете вам деньги надо иметь зарядка и соответственно заряженный телефон до основания лучше его от интернета в лесу отключить хотя вот томе сидящий сейчас сижу там даже связи то нет вот ну чтобы не тратить заряд потому что мало ли у нас недавно несколько человек заблудились их все-таки нашли сомневаюсь что тот хотел бы показаться на их месте конечно многие пользуются навигатором в телефоне но мне кажется не такой удобный конечно да я уже ходил там тоже мне надо было прийти в одну точку тоже шли далеко 6 километров но я поглядывал периодически на карту одно озеро было небольшое большой вот и чтобы дойти до пленой точки сначала бы дойти до войска немножко сторону пошел открыл гугл мэп о иду право надо левее все и пошел хотя так и так бы оттуда дошел но это мне сократило время я попал в точку нужны намного быстрее чем если бы я шел без карт мне скажет вот надо вертируется лесу я нормально ориентируюсь просто иногда ты идешь когда ну немножко бился туман например меня был случай когда пришел в лес туман был вот то дерево допустим видно вот дальше деревьев не было видно сплошной туман я был в эпицентре тумана я шел шел пройду немножко опять на том же месте иду иду опять на том месте просто идешь одна нога быстрее идет как бы шаг длиннее другой ноги короче поэтому девушка по кругу такая ситуация потом все таки навигатор включил посмотрел компас и пошел на запад уже чтоб пошел в сторону запада и когда дошел до того места где куда мне надо было дальше дальше в лес ушел туман рассеялся я спокойно уже собрал грибы спокойно вернулся весь забитый грибами так бы если я из-за компаса теперь можно было компас просто иметь собой я погружил бы на этом месте раньше когда когда-то давно все это я не брал я брал собой только компас и уже ориентировался по компасу сейчас появились телефоны с картами и навигатор как уже не знаю как можно заблудиться все есть пользуюсь вот принципе все что надо рассказать можете еще не поснимаю там красиво еще такой момент некоторые берут свой в лес газеты могли костер развести соответственно зачастую это все промокает дождь надо костер развести я сталкалась с тем что народ теряется ну вот допустим береза но это маленькая надо найти большую толстую сделать ножом срез по стволу хороший срез поддеть и снять кору и все это очень хороший рожек забрать хороста он быстро сохнет когда разжигаете кору от него сильное пламя соответственно быстренько просыхает хворост сгорается и кладете много много хвороста лучше конечно елова соснова он быстрее горит я лучше горит потом уже можно положить толстые бревна потом я очень люблю подкладывать мертвое дерево березу мертвую березу но они обычно гнилые когда пламя уже разгорелось обложить костер такими дни ложками они подсыхают по мере того конецов они дают дым и соответственно комаров нет очень мне нравится березу после того как они подсохнут березу сильно начинает гореть дает очень хороший жар и горит довольно долго что еще сказать лучше останавливаться около кого-нибудь источника воды например ручей озера и там уже если с ночевкой оставаться лучше водоема всегда еще попить воды добыть на этом мы это все знают не станут не знают то что сталкиваюсь всеми грибниками которые ходят с ведром это не просто убивает сумка идут со мной помоги подожди комары кусают ну и прочее неудобства не доставляет и никто не сделать крючки у меня крючки на всех на всех моих снаряжениях даже на кладке да просто иду без ночевки в лес прогуляться к ловушку поставить у меня есть крючки мало ли что там ты найдешь травы пособираешь ватер-коптер тот же нас повесил на крючок фотоаппарат сумку сфотоаппарат все не руки свободны не буду уже занудствовать то что я сомневаюсь что-то до этого метода смотрел если кто-то вообще будет смотреть это в мое занудное видео такая погодка сегодня очень замечательная сегодня жарко так сегодня сегодня 3 сентября обещает плюс 19 сейчас уже где-то плюс 17 нара точно собрал я пол короба сейчас я вот это очень любитное место по брожу немножко подсобираю грибочков и домой уже завтра пойду далеко и далеко за ягодами начали в этом есть тоже из черника и и много но она здесь кисловатый мне не нравится когда полузгнивший не знаю я здесь не люблю собирать хотя по молодости здесь тоже собирал это кислятину по молодости меня могут было я даже ходил в лес с ночевкой без палатки с одной пенкой на пенку ляжешь и спишь это хорошо когда дождей нет а когда дождь просыпаешься в воде проснулся один раз так в воде костерочки соответственно разожгешь погреешься высушишься дождь закончится высушишься ляжешь спать обратно просыпаешься в воде заботись о комфорте комфорт конечно ну сказать не всегда он полезен но лучше чтобы он был чтобы не отбить желание ходить в лес за грибами там просто в лес отдыхать лучше подготовиться что все было как говорят на мази сам и когда с кем-то с детьми я когда детьми хожу я хочу был им было очень комфортно чтобы они запоминали поход лес не как какую-то муку вот столько шли устали все это натирает руки заняты чтобы их смоя не были очень хороших мы шли пришли там костерочки сожгли поспали на было удобно тепло мы не мерзли так нам взрослые там можно не померзть что с нами случится дети запомнят и у них пропадет интерес ходить лес причем я не хочу конечно они отдыхали именно в лесу мне кажется самый лучший отдых это лес в том что допустим уходишь на три дня лес пятницу с работы собираешь лес идешь пятница суббота ночуешь суббота на воскресенье ночуешь воскресенье вечером приходишь домой все меняется вот какой-то мир ощущения я какой-то скажется медленно такой все равномерно и полностью вдохнувшим такое ощущение будто месяц было не месяц или две точно но это по моим ощущениям кстати не только мои еще люди такие дописывали то же самое которые со мной ходили я конечно хочу пытаюсь ходить один одному но и атмосфер не вот тишина просто насладиться тишиной шумом деревьев пением тесну птиц особо здесь нет сейчас в этом месте почему то можете разговаривание улетели а бывает что сядешь просто тяжело там по себе тишине и птицы прям летают над головой одна птица подлетела ко мне испугалась потому что она не заметила меня и закричала и улетела это маленькая пташка сова тоже один раз ну какая-то она не знаю больная что ли было аппарат еще не достал не раскрылся не распаковался и она стал мы парить круга 3 очень низко пролетела надо мной потом улетела где-то в конце болота то ли села то ли упал видимо старенькая была может помощи просила то животное часто просит помощь у людей насладитесь плохо что динамика этот микрофон фотоаппарата не передает именно ветер как он есть на самом деле этого шум ветра он и выскажает я думаю что может это видео не получится из-за того что ветер будет мешать снимать к сожалению такой я перезвучивать не хочу как уже снял так и снял так все пошел я по этой палатке по брожу и домой уже завтра у меня длинный поход на весь день тоже сбор ягод немножко но посложнее чем сбор грибов как будто грибы что они растут растут собираешь цена забрал забирал где надо ушел а вот ягоды надо еще и выбирать я уже говорил я обычно когда ягоды собираю ну тоже вот я пробегусь попробую на одной полянке на другой вот вкусные да вот сюда пойду другой раз вот как раз я завтра пойду на небольшой склон как небольшой довольно таки большой южный склон это не тот южный склон который у нас в городе мурманске называется южный склон а просто склон который находится на юге на южной стороне вот обычно там черника она крупная и сладкая потом уже надо будет за брусникой сходить тоже у меня такое местечко есть хорошее туда я обычно если кто-то сам бросится я беру только женщины ну еще одного человека ну потому что женщины они зачастую плохо директируются в лесу и один раз их сводишь мне уже туда на то место никого не приведут а и далеко идти реально далеко я одну водил женщину как она и чуть за 50 было но прошли осталось где-то на километра полтора все она горит просит меня здесь я больше не могу говорю пошли немножко вот нас той сопочки все дошли на все бедные устала но потом когда нас опирали позвонил говорит очень хорошая брусника там реально на там сопка на высоко находится и южная к тому же даже в восточной стороне там как бы юг восток все она она вся брусники и там она очень хорошо спеет и быстро не знаю как это все описать крупная хорошая брусника в таких местах растет вот мое место любимые брусничная других местах не берут я не хочу ни с кем туда ехать у меня есть свои места я знаю что я там наберу уже было сколько случаев когда меня звонить и возят мы приезжаем то по печень то по серебрянки народа много машины машины вдоль дорог стоят это когда выходные заходишь лес люди везде даже грибы это уже все собрали а когда один приезжаешь не на машине пройдешь там несколько метров никого нет тишина спокойствие грибов тьма если знаешь ягодные места ягод полно но я собираюсь нам мороженку чинику бруснику голубику я очень редко она мягкая неудобно транспортировать другой ягода полно если бы у нас одна голубика росла бы туда никуда не денешься я ходил бы за голубикой но все равно я так может через год где-то так раз два года и литра по три собираю замораживаю потом уже делаю там морс добавляю брусничный морс на голубику мне очень нравится вкус голубика с брусникой кстати это идея как-нибудь собрать и потом показать как я делаю морс в принципе в этом сложного нет вкус все равно вряд ли кто попробует еду доходить вкус не передать по по видео но и голубик она тоже очень полезная вино и не делаю многие делать вина из глубины не знает какой-то извращение карте вино он должен быть из награды классическое зашел на три метра сразу таких три красивых подосиновики народе их называют красноголовики посмотрим что они представляют так здесь нет здесь червей нет так чистый сейчас не знаю почему многие не не режут грибы ножки так даже со шляпкой оставляют этот не буду разрежать так ведь все равно придется время готовки время чистки грибов их все равно резать тут уже никуда не деться но я кстати заметил что здесь народ ходит и после них остаются вот такие вот кучки даже больше видимо народ грибы собирает там уже их перебирает собирают на соберет может пакет может ведро так тоже чистить и потом уже перебирают грибы чтобы не таскать собой тяжесть лишнее не нужно чтобы показать что много грибов насобирали это лучше уже готовить показать то что вот еще народ покупает грибы продаются целиком допустим гриб с ножкой народ покупает эту кучку а что там внутри неизвестно закупишь он вечер июнь конечно есть способ его конечно прожамкать но в этом случае он кажется мягким я сомневаюсь он червей обычно так вот тоже неживил он мягкий это нормально все ты соберу себе я конечно извиняюсь за свою дикцию такая миха дикция я пытаюсь говорить понятно но все равно бывает так что не получается слова глотаю и еще главное когда уходите надо смотреть все ли взяли я к примеру нож забыл пошел дальше там гриб а ножика нет прошу недалеко отошел вернулся там лежит то есть второй раз его теряю второй раз нахожу где нас топор потерял так и не нашел ведь где-то далеко от этого места не нашел ведь где-то далеко от этого места не нашел